Третий этап, что следует за этим? То есть после того, как человек совершил действие, которое мы с вами назовём действием ширк, приходит у нас учёный и говорит ему, объясняет ему, дискутирует, зачем сделал ширк и так далее, да? Допустим, учёный не нашёл оправдания этому человеку. То есть человек знал, что это ширк и осознанно сделал это ширк. Он говорит, что? Ты впал в ширк, и ты вышел с ислама. Теперь вопрос номер три, третий этап, что следует за этим? У нас, если мы откроем любую книгу по фигу, в частности, в книге Абиханиф Раду Аллаху Ангу Ханапинского Мазхаба, есть такое понятие Ахкаму Ридда, законоположение, связанное с вероступничеством. Когда у нас человек после ислама попадает в кофры, это не игрушка. За этим следует очень много вещей. Какие за этим следуют вещи? Наследство от него брать нельзя. Поняли? Наследство ему давать тоже нельзя. Сженить на нём нельзя. Много-много-много вещей с него впадает. Поняли, Барак Калафикум? То есть мы уже не можем себя с ним, как с кем? Мусульманин. Это то, что следует за этим. Поняли? Кто вот в этом, в третьем вопросе? Ахкаму Ридда, вероотступничество. Если у нас человек вероотступник, назад в ислам не хочет вернуться, ему вообще отрубают что? Голову. Если мы с вами откроем книги Ханафитского Мазхаба. Или Шафицского, или имам Ахмад, тогда везде это написано, во всех книгах по Фекулю. Здесь вопрос номер три, братья Бараковы. Кто имеет право вот этот третий этап? Если мы первый этап сказали по отношению каждому из нас. Все мы должны знать название действий. Ширк все мы должны знать, что это. Ширк куфр, что это. Куфр, чтобы в это не попали. Второй этап только для определенных ученых. А вот этот третий этап только для того, кто имеет власть. А это кто? Судья. Это Кады. Кады. В чем роль Кадыя в исламе? Он обязывает выполнить тот или иной хоккан. В третьем этапе даже просто ученых недостаточно. Даже муфти недостаточно. А кто именно? Кады. Какая разница между муфтием и Кадыем? Муфти, он тебе отвечает на вопрос. Судит, говорит. Но не обязывает. Поняли? А Кады, он что делает? Обязывает. Я вам приведу пример, братья Бараку, Афику. Не дай Аллах, какой-то брат Ахмад заболел у нас. Он болеет, очень себя плохо чувствует. Когда мы хотим узнать его болезнь или чем-то ему помочь, мы с улицы кого попало приводим или звоним в скорую помощь, и к нам приезжает фельдшер. К нам приезжает кто? Фельдшер. Мы видим, человек болеет, это факт. Чем человек болеет? Или первый диагноз кто у нас ставит? Фельдшер. Приезжает, он ставит диагноз и решает, стоит его лечить или не стоит. Он решил, что его надо забрать в больницу. Привозят в больницу. Кто его отсматривает? Медсестра или врач? Врач. Если у него смертельная болезнь, кто его лечит? Врач или собирается целое собрание во главе с главврачом? Они проводят что? Планерку или так делают. Так же это проходит? Кто врач? У нас есть здесь все врачи? Именно так оно проходит. Именно так оно идет в больницах. Смотрите, в Мирской. Тот брат, который, если вы встретите брата, который, не соблюдая вот эти вот правила, которые мы с вами сейчас говорим, обвиняет всех подряд в такфире, если вы его спросите, ты заболел. И мы к тебе сейчас с улицы какую-то мальчишку приведем простого, чтобы определил твой диагноз. Он скажет, приведите мне врача. Хорошо, мы ему придем врача. Потом, когда его привезут в больницу, определять его диагноз, ему ставить. Мы опять медсестру приведем. Он скажет, дайте мне врача. Мы дадим врача. Когда дело дойдет до операции, он опять же скажет, не спешите с операцией, соберитесь вы врачи, посоветуйте. Стоит меня вообще перерывать или не стоит? Потому что операция опасная, есть угроза для жизни. Он скажет, делайте так, собирайтесь, решайте. В чем? В обычной мирской вещи. А в религии, братья Бараковы, чего у нас важнее, мирской или религия? Религия прежде всего. Если ты в жизни так за себя боишься, да? Кому попало себя недавище. Вопрос такфир. Почему мы доверяем, кому попало? Точно так же. Человек заболел телом, человек заболел душой. Человек, мы видим, болеет, что-то плохо себя чувствует, видим, совершил ширки, да? Факт, что этот болеет и этот болеет. Этот болеет телом, этот болеет сердцем. То есть совершил ширки. Этот болеет телом, этот болеет сердцем. Это факт, правильно? То есть мы приглашаем кого? Фельдчера. Вопросе такфира мы приглашаем кого? Ученого. Так же, как мы здесь приглашаем кого? Фельдчера, который повезет в больницу, или врач, который рассмотрит больного и поставит диагноз. Если в Токфире у нас ученый будет говорить, то есть он болеет этой болезнью, значит он что? Заразный. Точно так же в Токфире Бараклафикум, правильно? Он совершил шерк, значит он кто? Моншерк. Кто это судит? Ученый или кто попал? Если у нас в болезни тело врач, а не медсестра, то здесь не просто тот, кто немножко пару книжек на русском языке прочитал, а кто? Ученый, правильно? После этого хорошо, мы постановили, что этот больной такая-то болезнь. Третий этап. Кто его будет оперировать? Опять мальчишка? В Токфире кто будет выносить, решать что с ним дальше делать? Кто попал? А? Или ученый? И не просто ученый, кто? Судья, точно так же как в больнице, решает оперировать или не оперировать, не врач, а главврач, заведующий целым отделением. Если мы в жизни так, братья Бараклафикум, то в религии тем более к этому нужно подходить осторожнее. Если у нас в медицине из-за ошибки врача Бараклафикум одна жизнь теряется, то в религии из-за Токфира у нас теряется, может потеряться сотни жизней, потому что за Токфиром всегда следует тавчир, как говорят арабы, за обвинения в невере всегда следует убийство. Или отбирать незаконно имущество и третье, и четвертое, и пятое, и десятое брать. Вы поняли этот этап? Значит, первый этап, что? Название. Второй этап, взаимосвязь между названием и тем, кто совершает действие, которое мы назвали определенным образом. И третий этап, то, что следует за этим. Первый этап по отношению к каждому без исключения, правильно? Второй этап по отношению к определенным высоким ученым. Третий этап, даже ученые здесь ничего не могут делать. Даже ученые не в праве сказать, ты можешь быть вали, ты не можешь быть вали. Его убить он, кафир, его имущество отобрать, передать в казну. Это даже ученые не имеют права говорить. Это говорит кто? Кады, судья, который имеет исполнительную власть, который имеет что? Полномочия. Если этого нет, значит, это третье спадает. Поняли, братья Бараклатику? Остается, что первое и второе. Второе. Во втором братья Бараклату только по отношению к ученым, а первому по отношению к нам.